Всем привет, всем доброе утро. Мы с Сонькой вышли погулять. Сейчас сходим на рынок. Хочу купить сыра и сегодня приготовить пиццу. У нас опять жара неимоверная. Димка у бабушки с дедушкой. Всё хорошо. Всё, мы уже пришли домой. Нажарились. Сонька ещё спит в коляске. Я её оставила. Так, сделала себе кофе. И купила булочку. Сейчас хочу перекусить. И заняться фотографиями. Хочу фотографии разобрать, которые не напечатали. Ещё Димкина фотографии, Сонина. Ещё ни одной нет фотографии. Ей уже 4 месяца на днях. Поэтому нужно мне заняться. Пока есть время, надо этим заняться. Сейчас такой вот у меня перекус. Булочка, кофе. И поработаем немножко. Потому что, когда помощника в полный дом, естественно, ничего не успеваешь. Что у меня на заднем плане? Как вы думаете, что машинка стирается? Очередная стирка. Так, пока у меня Соня спала, я уже сделала тесто на пиццу. И постирала кучу вещей. И сейчас будем развешивать. Вот. И будем вместе с вами готовить пиццу. У меня будет обед. Вы можете себе приготовить на ужин. Выходные впереди. И, я думаю, всегда пицца это в тему. Я уже раскатала тесто. У меня вот такой вот силиконовый коврик. Икея. Вот. Я положила, значит, тесто раскатала на него. Ну, чтобы не прилипло. Мне очень нравится. Рецепт теста на пиццу оставлю вам ниже в описании. Если кому интересно, вы можете посмотреть. И сейчас тесто ставлю в духовку минут на 10, чтобы оно немножко схватилось. И за это время буду делать начинку для пиццы. Пиццу приготовила практически. Все покрошила. Засыпала сыром. Сейчас минут на 10-15 в духовку, чтобы сыр расплавился. Тесто немножко уже приготовила, чтобы до конца дошло тесто. И все будет готово. Хотела похвастаться, смотрите, как вы мне. Передник я сегодня купила себе новый. Потому что все время что-то капает. Я вся грязная и жалко. Белые мои футболки, белые майки. Потом вообще не отстирать. Не хочу с этим заморачиваться, поэтому буду ходить в таком вот переднике в горошек. Так, пиццу приготовила. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу эту девчонку, которая хочет пить водичку, да, Сонь? Бутылку вчера держала, а сегодня, вы видите, пытается держать бутылку и возмущается. Надо, чтобы мама стояла рядом и помогала. Сейчас я вам показываю пиццу. Та-дам! Пицца готова. Сейчас будет вкусный бед. Ну, я надеюсь. Сейчас я уложу Соню, как раз пицца немножко остынет. Единственное, что я ее немножко, мне кажется, опять передержала. Не знаю, как это у меня получается. Всегда чуть-чуть тесто. Хотя нет, тесто хорошее. Потом вам расскажу, как получилось. Я думаю, что получилось очень вкусно. Так что пошла я укладывать Соню на дневной сон. Уже два часа. Сегодня у нас режим немножко сбился, потому что она утром не поспала. Вот. И буду кушать. Без зимки, конечно, скучно. Папа наш сегодня учится. Поэтому мы с Соней развлекаемся в четвертой крестной. Развлекаемся вдвоем. А вечером хочу поехать погулять. Может, поедем по магазинам, пройдемся немножко. Потому что дома сидеть уже нет никаких сил и желания. Девочки, только что приехали мы с магазина. Ездили. Хотела себе посмотреть платье у свекрови юбилей. В конце месяца. В общем, не купила я платье. Я купила себе такие брючки обалденные. И такую кофточку. Потом покажу вам. Еще хотела себе купить платье лапшу. Но лето закончилось. Естественно, их уже нет в продаже. Сегодня прибралась немножко в детской. Видите, у нас такие киевские стеллажи. Все забито, естественно, машинками. И тут такой у меня стеллаж. Если будет интересно, я смогу снять вам видео. Рум-тур по детской комнате. Пока у нас здесь только Димка. Но мы планируем в скором времени немножко тут все переделать. Хотя мы все детскую сделали только этой зимой. Вот. Я была беременна с Сонькой. Но сейчас думаем, что нужно будет комнату, конечно, менять. Потому что двое детей. Сейчас будут появляться Сонины игрушки. Она у нас сейчас, как младшая сестра старшего брата, смотрит не за погремушками, а за машинками. Вот. Поэтому мы вообще планируем поменять местами зал. Зал сделать из зала, сделать детскую. А вот в детской самим сюда переехать и сделать такой небольшой зал. Потому что двое детей. Места нужно, чтобы было много. Здесь у нас спальня такая небольшая. Вот. Поэтому нужно было у деток как-то расширять пространство для детей. Сейчас покажу. Сонька на коврике тут у меня. Лежит. Пока мы были в магазине, она все время разговаривала. Не спит. Очень странно. У нас Димка только ложился в коляску, он сразу засыпал. А Соня у нас наоборот. Все время гуляет. По сторонам смотрит. Спать совершенно отказывается. Единственное, что, слава богу, она хотя бы у нас спит ночью. Смотрите, какие у меня две подружки лежат. Соня и Мишель. Мишель ее просто обожает. Она вечно с ней играется. Соня, когда плачет, она воет. Ну, вы, наверное, уже слышали. Мишель. Хочу ее завтра покупать. И нужно уже записывать ее срочно на стрижку. Она очень сильно заросла. Видите, какая она волосатая. Я вам потом покажу, когда ее стригут. Мы стрижем ее очень коротко. И она буквально за два месяца очень сильно зарастает. Вот мордочку я ей мою, усы. Потому что она есть размоченный корм. И усы грязнятся. Слава богу, сейчас ее уже стало получше. Мишель. Вредная собака. И сумочка наша. София. София. Без Димки скучно, конечно. Но завтра же вечером поедем его забирать. Сонькин ящик. Я хочу немножко его разобрать. Посмотри, тут детские вещи, которые, конечно, уже на нее маленькие. Тут штанишки. Тут вот эти ползуночки. Все это маленькое. Нужно разобрать. Вот у меня бодики сложены, которые на нее еще будут хорошие. На вырост я покупала. Все надо, короче, и тут у меня пижамки. Тут шапочки вперемешку у меня с носками. Здесь нужно вести порядок. Буду сейчас заниматься. Что, на этом буду с вами прощаться. Буду заканчивать влог. Всем спасибо за подписки. Пишите мне комментарии. Буду рада вашим общениям. Задавайте вопросы. Может, какие-то видео для вас новые снять, которые вам были бы интересны. Пишите. Подписывайтесь. И всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok